День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Снести нельзя восстановить. Руководитель Рязанского следственного управления СКР Владимир Никешкин поставил запятую в этом предложении. Не очень смешные изменения. С 1 апреля в России вступают в силу сразу несколько новых законов. Бархатка, целозия и георгины. Что и когда вырастет на городских клумбах уже этой весной. Частично обрушенный дом по улице Пушкина непригоден для проживания. Необходимо расселение. Об этом на встрече с жителями дома заявил руководитель регионального следственного управления СКР Владимир Никешкин. Напомним, в декабре прошлого года дом 47 частично разрушился в результате взрыва бытового газа. Это по первой версии или взорвавшегося самогонного аппарата. Первоначально городские власти рассчитывали восстановить дом, но специальную экспертизу эту возможность теперь исключает. Об этом сообщает сайт следственного управления, а сетевое издание ВИДСБОКУ еще и приводит видеозапись обращения Владимира Никешкина к жителям дома. В заключении, которое он зачитывает, сказано, что индивидуальный риск для людей, проживающих в здании, сегодня превышает норматив в 30 раз. Дом признан негодным для проживания и аварийным. Это вывод специалистов МЧС. Он негодный, поэтому подлежит расселению. И они рекомендуют. Необходимо прорисеть отселение жителей из аварийного здания. До момента отселения жителей из аварийного здания рекомендуется исключить сильные динамические ударные воздействия на систему грунт. То есть, не дай бог, что-то здесь будет какой-то забивать сваи или что, это категорически опасно, нельзя, потому что может рухнуть все здание. И исключить бесконтрольный доступ жителей в аварийные помещения здания. Ситуация с половоднем на территории Рязанской области находится на круглосуточном контроле главного управления МЧС России. Подъем уровня воды на основных реках региона все еще продолжается. За сутки в черте Рязани АК снова прибавило еще на 20 сантиметров. И теперь это уже 500 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. В настоящий момент остается подтопленными 16 низководных мостов, 5 участков автомобильных дорог, 28 приусадебных участков. Отрезано 13 населенных пунктов. Организовано 8 лодочных переправ. В остальных случаях имеются объездные дороги. Жизнеобеспечение не нарушено. С начала перелива дороги на Заокское и Коростово от главного управления МЧС России Рязанской области для перевозки людей был направлен главный транспортер МТС. С 30 марта дополнительно из Тульского спасательного центра МЧС России прибыл плавающий транспортер МТС-М, что позволит совершать перевозку людей более качественно и оперативно. Уже совсем скоро весна окончательно вступит в свои права и на городских клумбах начнут высаживать цветы. Какие именно, а главное сколько и где узнавал Валерий Седов. Он побывал в тепличном комплексе дирекции благоустройства города. Здесь у нас находится маточная рассада, которую выкапывали осенью из грядок. Нам привозят ее сюда на размножение, на зимовку. Мы начеренили уже часть, находится сзади. И в дальнейшем она весной тоже пойдет на посадку. Все цветы в теплице – разные сорта гераний. Прошлым летом эти многолетние растения украшали клумбы и цветники города. Осенью их выкопали и привезли сюда, в тепличный комплекс дирекции благоустройства города. Здесь их обрабатывают, пропалывают, а весной снова на клумбы. Посадка начнется в середине мая. В этой секции у нас розы, которые в дальнейшем мы будем черенковать. И эти черенки, высаженные в горшках, уже пойдут в дальнейшем на город. Вместо замерзших за зиму растений, вместо просто выкопанных пропавших роз. Пропавшие розы – тема отдельная. Каждый год находятся неприличные люди, которые выкапывают городские цветы прямо из клумб. Вместо пропавших сотрудникам ДБГ приходится подсаживать новые из тепличного комплекса. Цветочная палитра для выбора здесь обширная. Розовые, белые, переливающиеся, желтые и так далее. А сортов всего три – кустовая, чайно-гибридная и плетистая. Высаживать их начнут также к середине мая. А увидеть их можно будет на площади Ленина и около здания ЗАГСа. Мы находимся в теплице, где только распекированы неделю назад на этой неделе рассада цветочных однолетних культур. Это бархотка, целозия, георгины, циния. Посев начинается с января месяца. Теплицы работают круглогодично. И подготовка к весеннему посадочному сезону начинается с самой зимы. Это уже растения однолетние. Одной бархотки здесь 200 кассет, по 54 цветка в каждой. Это больше 11 тысяч. И только в одной теплице. Бархотки, кстати, будут высаживать раньше всех. Начнут с монументов, памятники, площади. После их вместе с другими цветами будут высаживать во всех районах города. С 1 апреля все кредитные потребительские кооперативы, на погашение займов которых могут быть направлены средством материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Это одно из изменений в законодательстве, которые ждут нас с вами со следующего месяца. Что еще станет другим, расскажем далее. Начиная с апреля в России проиндексируют размер социальных пенсий. Их увеличат на 3,3% до 10 193 рублей. Сейчас социальную пенсию получают по старости или инвалидности, а также в результате потери кормильца. Кроме того, выплаты положены детям-сиротам до 18 лет или сиротам, которые учатся на очной форме, пока им не исполнится 23 года. Такое же повышение ждет пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тех, кто пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС. Размер выплат увеличат и для военнослужащих, которые получили инвалидность на службе. А некоторые пенсионеры единовременно получат 10 тысяч рублей. Речь идет о ежегодной прибавке ко Дню Победы. Из-за майских праздников ее начислят в конце апреля. С 1 апреля родители детей возраста от 3 до 7 лет смогут подать заявление на перерасчет детских пособий. На увеличение выплат могут рассчитывать семьи, чей среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Если право будет подтверждено, семьи получат доплату за январь, февраль и март 2023 года. С начала месяца владельцам жилья начнут приходить новые платежные квитанции за услуги ЖКХ. В частности, изменится оплата общедомовых нужд, траты на уборку, работу лифта и электроснабжение в доме. Теперь платить нужно будет по фактическому употреблению. А если установлен счетчик, по его показателям. В случае отсутствия счетчика платеж будет считаться, исходя из нормативов. Кроме того, с 1 апреля нуждающимся будут снова предоставляться субсидии. Их действие было приостановлено в 2020 году из-за пандемии коронавируса. На компенсацию от государства могут рассчитывать те, кто тратит более 10% от дохода семьи на коммунальные платежи. В апреле 13 крупнейших российских банков начнут тестировать цифровой рубль. Он будет равноценен обычному рублю. С помощью него можно будет оплачивать покупки и услуги, а также совершать переводы между физическими лицами. Цифровой рубль будет полноценной валютой, которую можно использовать для оплаты товаров и переводов между счетами. Новая форма денег поможет сократить долю наличных в расчетах, а также упростить контроль за расходованием средств бюджета. Храниться такие рубли будут на специальной платформе от Центробанка. Использовать их позволят приложения любых банков, которые участвуют в пилотном проекте. В будущем планируют ввести так называемую цифровую пенсию. В апреле обновятся правила сдачи экзамена для водителей. Теперь в практической части испытания выполнение упражнений на площадке заменит серия дополнительных заданий в черте города. Для этого проверяющие подберут участки дорог с менее интенсивным движением транспорта. Помимо этого изменится экзаменатор. Вместо инструктора из автошколы рядом с водителем будет сидеть сотрудник ГИБДД. А инструктор займет место на заднем сидении. Партнер программы «День города» выставка продажа икра и рыба «Камчатская». Свежая и вкусная продукция к вашему столу возле торгового центра «Премьер» до 1 апреля включительно. 31 марта был образован ОМОН «Вятич» Управление Росгвардии по Рязанской области. Сразу же после создания отряд выехал в служебную командировку в Северную Осетию. За все время существования подразделение постоянно выполняло оперативно-служебные задачи на территории Рязанской области, а также других субъектов Российской Федерации. Как тренируется отряд сейчас, расскажем в следующем материале. Три, два, один, граната, штурм! Так работают бойцы-высотники ОМОН «Вятич». Условная задача – обезвредить боевиков. Они на втором этаже. Осматривая каждый метр здания, бойцы спускаются вниз. Здесь, кстати, скорость вовсе не главное, важно качество. А теперь команда к штурму. Каждое действие отточено до автоматизма. Правда, реальные штурмы порой немного другие. Это сумка-альпинист называется. Это для укладки веревки. Потому что у нас здесь сейчас происходят тренировки, мы можем как бы этим пренебречь. А в реальной задаче, когда выполняем задачу, мы же не можем спустить веревку, чтобы она свисала, правильно? Потому что... Жулики заметят. Жулики, да, они увидят, о, кто-то лезет к нам. Поэтому она вот создана для скрытия, чтобы просто не висел конец веревки. Плюс карабин, восьмерка и обвязка. Это то, что отличает экипировку бойца-высотника ОМОН. Да и тренируются они чаще, на многоэтажных зданиях. В остальном все то же самое. И штурмы, и стрельба. Боец должен уметь все. Даже когда работа вносит свои коррективы. Задерживали одного жулика с оперативниками. Знали, следили за ним. Ну, соответственно, не мы, а оперативники. Знали, что он в квартире. Дверь очень там такая хорошая, плотная была. В общем, высота небольшая. Решили спускаться не по веревкам, а вызвали подъемник, который делал... Ну, люди электричество чинят. Вот. Нас на подъемнике подняли аккуратненько. Вынесли окошко, зашли. Человек, да, находился в квартире. Сопротивления не оказал. Задержали, открыли дверь. В общем, все прошло хорошо, удачно. Рязанский отряд «Вятич» образован 31 марта 1993 года. Практически сразу бойцов отправили в служебную командировку во Владикавказ, Грозный, Моздок, Хасавюрт. За три года успели побывать в восьми городах севрокавказского региона. В 96-м у сотрудников отряда было всего три командировки в Теченскую республику. Однако результативных. 81 преступник задержан, изъято 76 единиц огнестрельного оружия, десятки килограммов боеприпасов и взрывчатых веществ. И это только часть большой истории. Подготовка отряда всегда строится по те условия, в которых ребята выполняют свою задачу. До этого был у нас и Северный Кавказ, там, сами понимаете, там горная подготовка. Сейчас динамика вообще операции меняется очень гибко. Да, и после каждой командировки приезжают и говорят, надо отработать вот это, надо отработать то. С момента образования сотрудники подразделения 315 раз награждались государственными наградами. А это 4 ордена за личное мужество, 15 орденов мужества, 95 медалей за отвагу и другие. Сейчас время бросает новые вызовы и ставит новые задачи перед отрядом. Командир уверен, что бойцы не подведут. Говорит, что отряд с уважением продолжает дело ветеранов. С честью несет свое достойное имя. В этом году 110 лет первой экспозиции Рязанского художественного музея. Больше века истории и репутация, несвойственная провинциальному музею. Только оригиналы, среди которых редчайшие работы Венецианова, Коровина, Айвазовского, Серова. С чего все начиналось более века назад? Марина Романюк. Дорога в тысячу верст начинается с маленького шага. Пословица, применимая к Рязанскому художественному музею имени Пожалостина, который появился в период так называемого музейного бума. Но путь становления его был особенным. Ведь большинство крупных галерей – Третьяковка, Русский музей – существуют благодаря положенным в основу частным коллекциям крупных меценатов. А вот Рязанский художественный музей – вклад многих людей. Их имена, кстати, увековечены на мраморной табличке, расположенной у главной лестницы. А в самом названии музея – имя Ивана Пожалостина, знаменитого графика. Помимо работ известных московских живописцев, в коллекцию музея были переданы дочерми Ивана Пожалостина 21 номинование его гравюр, рисунков, в том числе ранних студенческих работ, которые делал будущий художник в Академии художеств – это рисунки натурщиков. Ну и, конечно же, его лучшие гравюры, которые были удостоены многих наград за гравюру «Несение креста». Пожалостин был удостоен звания академика. Самой первой картиной в коллекции считают полотно «Иконописец». Среди подаренных той далекой экспозицией картин также «Сад. Весна». Традиции московской живописи и импрессионизма веют с этого полотна. Когда музей в сотни раз превысил количество первоначальных экспонатов, являются центром экспозиции начала 20 века. Василий Мешков, картина «Вечерний звон» – одна из первых подаренных музею авторам. Несколько произведений до сих пор составляют гордость и славу нашей коллекции, в том числе и картина московского художника, исторического живописца Клавдия Лебедева «Иконописец», которая в наших интернезаписях значится под номером один. С этой картины и началась будущая коллекция музея. А эта картина, хотя и спрятана от глаз людей, любима постоянными зрителями. Сюжет раннего пробуждения природы, реализм и магия живописи исходят от нее. Она тоже была одной из первых в коллекции. Выставка 1905 года, самая первая, состояла из 70 картин. Теперь в фондах музея 12 тысяч подлинников, 700 из них в постоянной экспозиции. В юбилейный для экспозиции год музей временно закрыт на карантин, но существует возможность посетить виртуальную экспозицию. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.goro.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 27 марта по 1 апреля. ТЦ Премьер. Эндоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова